Всем привет, с вами Трестания и я рада приветствовать вас у себя в комнатушке. Сегодня мы будем делать вот такой кулон из полимерной глины и зальем его эпоксидной смолой. Начнем. Раскатываем остатки полимерной глины 2 мм толщиной. Накладываем на него слой золотой потали и разглаживаем ее. Излишки аккуратно обрезаем. Гибким лезвием задаем форму центральному элементу. Можно воспользоваться каттером или шаблоном. Я делаю все на глаз. После того, как центральный элемент готов, берем алкогольные чернила. У меня цвет красный перец. Капаем их и распределяем при помощи кисточки по всей поверхности. Дожидаемся полного высыхания. У меня прошло порядка 10 минут. Гибким лезвием намечаем контуры, которые впоследствии будем декорировать. Для декора я использую два вида глиттера и два вида микробисера. На нижний контур наносим медно-золотой глиттер. Насколько поверхность сухая, добавляем фимогель, чтобы все хорошо держалось. По верхнему контуру наносим серебристый голубой глиттер. Поверх глиттера добавляем микробисер золотой по нижнему контуру, серебристый по верхнему. Раскатываем белую полимерную глину 2,5 мм толщиной и складываем пласт пополам. Чтобы слои хорошо слиплись, прокатываем их скалкой. Лезвием отрезаем полоску 0,5 см толщиной. Примеряем полоску по длине. Раскатываем черную полимерную глину 2 мм толщиной. Прикладываем центральный элемент на него и слегка прижимаем. Оборачиваем заготовку белой полоской. Важно! Окантовка должна быть выше центрального элемента. Важно! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Иголкой текстурируем окантовку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Из черной полимерной глины вырезаем полоску, подходящую по толщине нашего кулона. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Аккуратно оборачиваем нашу заготовку, все прижимаем, чтобы не было зазоров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Гибким лезвием обрезаем наш кулон по контуру. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отправляем наш кулон запрекаться при температуре, указанной производителем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Из черной полимерной глины раскатываем пласт 2 мм толщиной. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вырезаем квадратик, слегка задавая ему форму дуги. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На края наносим фимогель для фиксации. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прикладываем наш квадратик к кулону и хорошо прижимаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уже на кулоне гибким лезвием подрезаем края тугообразной формой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для надежности стеком-шариком продавливаем по всему краю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот и все. Отправляем на повторное запекание при той же температуре. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я заранее развела эпоксидную смолу и дала ей загустеть примерно 4 часа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Набираю на зубочистку смолу и наношу ее на центральный элемент, не выходя за край. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 После нанесения эпоксидной смолы наш центральный элемент сразу заиграл новыми красками и переливами, стал более объемным. Теперь даем смоле окончательно затвердеть 24 часа. Кулон я положила на ровную поверхность, чтобы смола не сползла. Также стоит избегать пылинок и ворсинок. Ну вот и все, вы смотрели мастер-класс кулон заката Тристания. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok